В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий. К этому часу журналист информационной службы и я, Татьяна Сарнацкая. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске вы увидите С заявлениями о ситуации, сложившейся в нашей стране, к гражданам Украины обратились главы МВД и СБУ. Автомобильные хулиганы-дрифтеры, безраздельные хозяева одесских дорог. Городские власти не хотят навести порядок. В одесском зоопарке уникальное пополнение. На свет появился птенец австралийских лебедей. Цель нагнетания тревожной информации в нашей стране – посеять смуту в украинском обществе, подорвать веру в способность страны, защитить своих граждан, расшатать наше единство. Сотрудники службы безопасности работают во всех регионах страны в усиленном режиме и готовы защищать наши границы. Сьогодні вітчизняный информационный просторь зазнает безпрецедентного вплива. Украина заткнулася зі спробами системного нагнетания паники, поширением фейковой информации и выкриванием реального стану речей. Усе это в комплексе – нищо инже, как чергова потужная хвиля гибридной войны. Служба безопасности у межах своей компетенции постоянно анализирует разные сценарии развития подений и имеет четкий план заходов на каждый из них. Разом із керівництвом держави, представниками виконавчої та законодавчої влади, іншими правоохоронними та безпековими органами, ми готові реагувати на ситуацію не тільки тоді, коли виникне така необхідність, а заздалегідь. І вже робимо це. Водночас ми чудово розуміємо мотиви нинішнього информационного нагнітання – посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян, розхитати нашу єдність. СБУ фіксує такі прояви гібридної війни в соціальних мережах, окремих ЗМІ, в поширенні деякими політиками наративів країни-агресора тощо. Не лише фіксує, а активно їм протидіє. Це відображається в рішеннях РНБО, кількості нейтралізованих кібератак, ліквідації численних ботоферм, викриті агентурних мереж іноземних спецслужб та недопущенні диверсії теракцій. Співробітники СБУ працюють в усіх регіонах країни у посиленому режимі. Ми готові захищати Україну. Проте зараз стабільність і спокій в нашій країні залежать не лише від влади, а й від зважених дій кожного українця. Всім нам варто зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації. Паніка і дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні. Ми всі повинні мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію. Керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних. Навчитися відрізняти правду від фейків. І не забувати, що сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну. Нашу свободу, незалежність та гідність. Українські силовіки готові к рішительним дійствам в случае попыток дестабілізувати ситуацію в регіонах України. Шановні українці! 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників кожен день несуть свою службу на захисті внутрішньої безпеки України. Незважаючи на будь-які заяви про можливі агресивні дії з боку Російської Федерації, ніхто не панікує і не боїться. Кожен просто виконує свою роботу задля спокою українців. Ми віримо в наші збройні сили. Вони разом з дипломатами і розвідниками забезпечують зовнішню безпеку України. А ми в Міністерстві внутрішніх справ не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку. Повторення Слов'янську ми також не допустимо. Якщо якийсь Гіркін спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань. Чим кожен з вас може зараз допомогти? По-перше, зберігайте спокій. Не панікуйте. Зараз не 2014 рік. Україна стала сильнішою і організованішою. По-друге, кожен на своєму місці повинен виконувати роботу, яку він виконує кожен день для того, щоб працювали школи, лікарні, дитячі садки, підприємства. Шановні громадяни, Україна сильна та єдина. Все буде добре. Слава Україні! Вместо масонського дома пам'ятник архітектуры на улице Княжеской. Вполне возможно, скоро появится бетонная коробка. Оставшуюся после обрушения часть здания доводят до полного уничтожения. Местная власть работает на строительный бизнес. Еще недавно один из красивейших пам'ятников архітектуры Одессы, известный как масонский дом, сейчас являет собой зрелище жуткое. Позор государства и местной власти. Здание построил Александр Бернардаций по проекту Эдуарда Местнера в 1892 году для Одесского отделения Русского технического общества в так называемом кирпичном стиле. Кирпичи применялись для декоративной отделки. Внутри строение было богато украшено лепкой и росписями. Название «Масонский дом» оно получило из-за двух декоративных элементов – молота и циркуля, характерных для символики масонов. После обрушения летом 2016 года областной совет продал остатки здания на аукционе компании «Одесса Бут» всего лишь за 1 114 000 гривен. По охранному договору с областной администрацией новый собственник обязан восстановить строение в течение двух лет. Невыполнение этих сроков в течение установленного договором срока является основанием для прекращения договора о купле-продаже в связи с нарушением покупателя его существенных условий. Что позволит вернуть этот объект обратно в коммунальную собственность и найти более родивого покупателя, который готов будет действительно не на словах, а на деле выделить средства для восстановления этого знакового для Одессы объекта. Вместо того, чтобы найти другого собственника, областной совет продолжил действие договора до конца прошлого года. В июле архитектор Александр Горбачев разработал проект восстановления, но с добавлением одного этажа. И подал его на рассмотрение консультативного совета по охране культурного наследия при областной администрации. То, что было представлено, оно не совсем соответствует вот этому определению, которое я дал и которое законом требуется. Это определение воссоздания в прежнем, аутентичном, по крайней мере, аутентичном с точки зрения архитектурно-художественной объемно-пространственном виде. Понятно, что аутентичность материально-технической структуры воссоздать полностью не удастся. То есть то, из чего было построено. Но использовать те остатки строения, которые все-таки есть, можно и в том, воссозданном объекте. Несмотря на отрицательное мнение ряда специалистов, проект ремонтно-ресварционных работ в интересах собственника областная администрация утвердила. Но строительство по продленному договору до конца 2021 года не началось. Мэрия оштрафовала собственника на смехотворную сумму – целых 17 тысяч гривен, когда закон позволяет взять 170. Хотя эти деньги тоже смешные. Учитывая, что это один из моих коллег и член фракции «Доверяй делам», то я так чувствую, что он не очень переживает за эту ситуацию. И я думаю, что вообще как бы очень часто, скажем так, идут на нарушения. Это связано и с объектами, со строительством, например, того же дома на бывших теннисных кортах напротив парка «Шевчен». К огромному сожалению, нам с вами приходится сталкиваться с тем, что законы в Украине не работают. И многие бизнесмены, независимо от того, депутаты они или нет, по сути их нарушают, зная, что никакого наказания им за это не будет. Оказалось, что даже на городской карте градостроительного кадастра адреса масонского дома уже нет. А ведь не мог же он пропасть из документа сам по себе. Если будет доказана умышленная порча памятника культурного наследия, в том числе и доведение его, то это и уголовная ответственность. Это все нужно делать, это все прописано. Оно прописано с 2000 года, закон действует об охране культурного наследия. Но вы помните, чтобы хотя бы кто-то пострадал. И вот это и провоцирует падение памятников на самом деле, безнаказанность провоцирует. И мэр города – это высшее должностное лицо в городе. Вообще говоря, высшее административно-должностное лицо в городе. Поэтому, когда он говорит, что он ничего не может, и у него нет полномочий, не верьте ему. Не верьте ему. Он не хочет. Почему он не хочет? Ну догадывайтесь сами. Я думаю, что этот объект, по сути дела, был изначально запланирован на то, что он окончательно обрушится. И как часто у нас происходит, к огромному сожалению, с памятник архитектуры, они превращаются, эти разрушенные памятники, в строительные площадки, в земельные участки, на которых появляются уже совсем другие объекты. Почему гражданин Труханов своим бездействием способствует разрушению памятника архитектуры в центре Одессы, догадаться действительно нетрудно. Владельцу здание нужно строить. Интересы бизнеса, да еще своего дружеского, для мэра важнее всего. Новые трещины начали появляться на фасаде жилого дома в районе Староконного рынка. Жители восьми квартир рискуют в любой момент стать жертвами очередного обрушения жилого дома и пополнить список печальной статистики. Меры по спасению людей никто не принимает. Дом на Разумовской, 26, можно с легкостью узнать по подпоркам разваливающейся стены. Уже не один год жильцы дома гадают, сколько еще простоит строение. Последний раз маяки на стенах установили перед Новым годом. А сразу после праздников они просигнализировали о том, что трещины продолжают расползаться и расширяться. Жители Сету и чиновники не предпринимают никаких действий для предотвращения обрушения, предполагая, что городская власть живет в совсем другом измерении. Они даже не знают, что так люди живут. Они даже не знают, что еще есть коммуны, где в коммуналках живут. Сделали вот это вот подпорки, чтобы стенка не упала. Перекрытие в доме Камышовой, что в свою очередь лишает одесситов заложников аварийного дома, последней надежды на спасение их жилья. После того, как восстали маяки, то как бы лучше не стало. Мы вот сделали даже ремонт летом, и оно дальше трещины идут, рвет, то есть лучше не становится. Вот эти балки, которые с той стороны дома, ну с флигеля, это ставили лично мы за свои деньги, которые люди скидывались, жильцы, потому что те прогнили, мы поставили другие. То есть лучше не стало. Что уж говорить о капитальном ремонте строения, если даже укрепление стены легло на плечи самих жильцов. Так что не ровен час, и это здание пополнит печальный список рухнувших одесских домов. Ночные автомобильные хулиганы-дрифтеры давно и безнаказанно хозяйничают на одесских дорогах. Городская власть ничего не делает, чтобы прекратить незаконные опасные гонки. Гоняют у нас постоянно и в четко определенных местах. Там, где есть место, развернуться и показать свою дурную предь. Одно из таких мест – пятая станция фонтанской дороги. Вот самые свежие съемки автомобильного хулиганства. При таких маневрах запросто можно не только столкнуться друг с другом, но и влететь в торговый павильон на тротуаре. Опиненные скоростью или еще чем-то посильнее гонщики опасности не видят. То же происходит на площади 10 апреля, первой станции Лёздорской дороги, площади Бориса-Деревянка, на недостроенной трассе Север-Юг и возле аэропорта. Еще в сентябре 2020 года, после возмущенных обращений одесситов, городской голова грозился заняться дрифтерами. Я думаю, что мы еще раз поднимем все документы, прошу все поднять документы, которые у нас были. Мы готовили свое предложение. Давайте поднимемся, Сергей Григорьевич. И постараемся с нашими коллегами из области связаться и действительно принять решение. Либо мы идем навстречу и организовываем, но в то же время получаем гарантию, что в городе этого не будет происходить. Пускай они сами теперь регулируют порядок в городе и среди своих членов своего движения. Либо тогда надо усиливать нам все меры по недопущению этого. Контроль, штрафы, остановка и так далее. Полтора года более чем достаточно, чтобы привлечь нарушителей к ответственности и найти участок для проведения гонок. За это время городской совет раздал земли на несколько футбольных полей. Когда надо строить, место есть. Для обеспечения безопасности на дорогах и спокойного ночного отдыха одесситов, свободного пустыря на окраине города не нашлось. На сайте Верховной Рады появилась петиция о выборах в курортной затоке. В электронной петиции от 10 февраля экс-секретарь поселкового совета затоки Юрий Чередниченко просит обеспечить подготовку и проведение повторных выборов в Одесской области 20 марта. Об этом сообщает корреспондент Украинской службы информации. Для рассмотрения петиции необходимо собрать 25 тысяч подписей. Напомним, последние повторные выборы должны были пройти 9 января 2022 года. Однако они в очередной раз сорвались из-за того, что местные власти не дали денег на бюллетени. У маршрутного такси номер 145 во время поездки отпал бак. Это заметил кто-то из пассажиров и выложил видео в соцсетях. Патрульные увидели эту видеозапись и отправились на место происшествия. Оказалось, что во время движения в машине оборвалось крепление топливного бака. В результате его повреждения произошла утечка топлива. Из-за неисправности водитель получил штраф за неудовлетворительное техническое состояние транспорта и был вынужден прослушать профилактическую беседу о недопущении подобных ситуаций. Об этом сообщили в патрульной полиции. Полицейские обнаружили подпольный цех, в котором изготавливались фальшивые упаковки кофе известных брендов. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции. Муж с женой оборудовали производство в собственном частном доме. Они перерабатывали кофейные зерна неизвестного происхождения, фасовали их в упаковке с логотипами известных торговых марок и продавали. У подпольных предпринимателей изъяли оборудование, почти тонну сырья и более двух тысяч уже готовых упаковок. Полицейские открыли уголовное производство по статье об обороте опасной продукции. Если суд признает супругов виновными, им грозит штраф от 51 до 136 тысяч гривен с запретом заниматься определенной деятельностью до трех лет. В Одесском зоопарке уникальное пополнение. На свет появился птенец австралийских лебедей. Детеныш хорошо питается и уже плавает в пруду вместе со взрослыми птицами. Черные лебеди обитают в Австралии и Тасмании. В отличие от лебедей других видов, это не перелетная птица. За пределами Австралии черные лебеди в дикой природе не встречаются, но их часто содержат в городских парках и заповедниках. 14 февраля – День влюбленных. Он самый романтичный в году. Обменивайтесь валентинками, объясняйтесь в любви, дарите подарки. А главное – проведите сегодняшний день со своими вторыми половинками. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде. Я вам желаю только хороших новостей. До встречи! По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 15 февраля в Одессе переменная облачность. Ветер юго-восточный – 37 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 2, днем от 3 до 4 градусов тепла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok